МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, наверное, я абсолютно простой человек, из простой семьи. Я вообще родился в городе Минске. Жена могилевчанка, год 1994-й. А решение городского исполнительного комитета в городе Могилеве о том, что врачам-педиатрам жилье предоставляют чуть ли не вне очереди, потому что есть с этим проблема. И, наверное, вот квартирный вопрос испортил нас. А может, так были звезды, они расположились таким образом, что я оказался в городе Могилеве. И, в принципе, наверное, в последующем по жизни я никогда об этом не жалел. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В школе я мечтал быть ихтеологом. Почему именно ихтеологом? Ну, вот почему-то. Школу я оканчивал в 1988 году, а к тому времени, к сожалению, Советский Союз уже приказывал долго жить. И когда я вознял вопрос перед родителями, что все, поеду в Калининград, буду поступать на их теологический факультет, родители сказали, знаешь, ты можешь уехать, а потом страны уже не будет, а как ты назад вернешься? Ну, и, наверное, было волевое решение родителей, что ну только не за границу, выбирай, что хочешь. Мама имеет экономическое, бухгалтерское имело образование. Она тут же сказала, только не в нархоз. Папа сказал, может быть, поваром, по крайней мере, голодный не будет, но папа после военного рождения, в первые годы, наверное, от детства определенное на него влияние оказало. Вот, поэтому, ну, поваром в те времена, это не теперешнее время. Сейчас все мальчики, любимая специальность, и все мечтают быть поварами. В наше время мои друзья меня бы забросали камнями и палками, наверное, если бы я в это. Поэтому так получилось, что, владея каким-то запасом знаний биологии, я пошел в медуниверситет. В первую очередь, добрый, отзывчивый человек. Это в первую очередь. Потому что психологические нагрузки очень сумасшедшие. И, конечно, психологически устойчивые. Потому что нагрузки очень сумасшедшие. У нас есть такой термин, как выгорание в профессии. То есть, с течением времени люди черствуют. К сожалению, ежедневно приходится сталкиваться с чьей-то бедой, болью. Причем это не то, что один человек, один, два. Это поток обычно. И, конечно, вот здесь самая наша большая проблема – это умение общаться с людьми. Умение общаться с людьми, желание помочь людям – это важные очень такие критерии, которые формируют врача. Мы, может быть, плохо помним свои успехи, как таковые. Дело в том, что да, вот в этом конкретном случае мы победили. Вот здесь помогли человеку, человек ушел. И все. И следующий, 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 следующий. К сожалению, свои недоработки, ошибки, а также своих погибших пациентов мы помним долго. Наверное, всегда. Я впервые столкнулся с этой проблемой, наверное, в 96-м году, еще в Минске, во второй детской больнице. Я работал врачом-анестезиологом-реаниматологом. И у нас в реанимации погибал ребенок, шестилетник. К сожалению, в то время ему помочь было нереально. У него было заболевание, когда врожденно не заложились почки. Они недоразвиты. И ребенок без почек, в принципе, гемодиализа у нас как такового не было. Трансплантация почки у детей маленьких не делалась. И ребенок целенаправленно погибал. Он умер на моем дежурстве. Вы знаете, я этого мальчика, его фамилию, имя, дату рождения, возраст и откуда, с какой он деревни Столбцовского района был, в Минской области, я, к сожалению, помню всю жизнь. Я фамилии не буду называть, к сожалению, это все жители города Могилева. Город очень маленький. Буквально на прошлой неделе, в четверг, ко мне приезжала мама с дочкой. Так получилось, что эта девочка в возрасте 6 месяцев попала в отделение реанимации областной детской больницы в крайне тяжелом состоянии. Возможно, тогда мы не все родителям говорили. Хотя, конечно, они услышат эту передачу. Но дело в том, что то, что ребенок остался жив, это были героические усилия предпринятые. Практически мы с ним сидели и с утра, и до ночи. И подняли на уши все кафедры наши, и профессоров, и тому подобное. И дитё выжило. Девочке сейчас 16 лет. 2000 год это был, где-то 16 лет. Вы знаете, вот было интересное чувство. Я такого раньше никогда не испытывал. Во-первых, это было чувство какого-то самоудовлетворения, счастья и радости, наверное, какой-то. Увидеть абсолютно здоровую, красивую, сформировавшуюся молодую девушку. А я же ведь помнил, когда было 6 месяцев. В промежутках мы как-то особо не встречались. Вот я скажу как-то больше. И второе чувство. Я подумал, боже, как мы быстро стареем. Бог – это гораздо выше. Это сложнее. И, возможно, это, ну, скажем так, я не знаю, как на эту тему рассуждать. Я вообще для себя типа атеист. Но эта структура гораздо серьезнее. С течением времени, когда человек зарослеет, начинает немножко по-другому все понимать. Всем прекрасно понятно, что как таковой Бог – это, ну, что это? Ну, это что-то нематериальное. Но то, что Вселенные управляют некие достаточно серьезные силы, возможно, электромагнитные, поля какие-то и тому подобное, это точно. И вот то, как все создано, оно просто поражает и удивляет. Потому что по мере того, как мы изучаем того же человека, ну, вы знаете, создать такое существо с таким набором биохимических и всех процессов, так взаимосвязать все, как оно функционирует, но это не компьютер, и это не космический корабль. Вы знаете, это очень серьезная структура, которая, да, возможно, в процессе эволюции, но все-таки. Достаточно часто встречается такая ситуация, когда поступает два пациента, болеющих абсолютно одинаковой болезнью, и по всем антропометрическим, физическим, иммунологическим данным они одинаковы. Но почему-то один остается жить, несмотря на то, что заболевание катастрофически тяжелое, и по большому счету, может быть, его бы вылечить и не удалось бы ни в каком виде. А второй погибает. Вот здесь такие нюансы есть. Конечно, они, в первую очередь, я думаю, связаны с генетической моделью того организма, который заболел, с возможностью компенсировать какие-то недостатки или какие-то проблемы в своем организме, с возможностью выстоять. Очень важна психонастроенность пациента, насколько он позитивен. Дело в том, что очень четко видно, если изначально идет негативно настроенный пациент, агрессивный, как правило, у них все протекает и тяжелее, и с осложнениями, и тому подобное. Люди более спокойные, более уверенные в себе, как правило, спокойнее переносят заболевания. И вот эта закономерность, она есть действительно. И питание, и окружающая среда, и поведение, и то, что нам вложила генетика, то, что нам вложили в организм родители, и тому подобное. Поэтому вот эти все компоненты, они крайне важны. Но поведение, социальный компонент, я особенно хотел бы отметить. Потому что на сегодняшний день, в век, когда достаточно интенсифицированы все наши технологические процессы, когда идет колоссальная нагрузка и на детей, и вообще на население, и взрослых в том числе, когда бабушки начинают изучать интернет, работать с персональными компьютерами и тому подобное, это очень охромная нагрузка. И поэтому вот социальный компонент, умение общаться, умение сохранить, придерживаться здорового образа жизни, вот они очень важны. С медицинской точки зрения, наш мозг может отдыхать и расслабляться очень хорошо, когда работает мускулатура. Дело в том, что я для себя нашел такую вот специальность строительную. Я обязательно что-то строю в свободное рабочее, от работы время. Вот это чувство созидания, оно созвучно с медициной. Это выздоровление, оказание помощи, вылечивание. Ну, а здесь созидание. Вот я что-то сделал, на сегодняшний день я освоил все строительные специальности. Может быть, не на промышленном уровне, но очень качественно. Несмотря на занятость, несмотря на то, что нет времени, несмотря на то, что вы всегда должны уделить внимание ребенку. Поиграть с ним, почитать с ним, если надо. К сожалению, учтение, вот оно как-то в последнее время уходит из нашего быта. Но все-таки не оставлять его одного на длительный промежуток времени. Попытаться наладить общение таким образом, чтобы ребенок доверял и мог всегда рассказать свои проблемы и свои минусы. Ну и, конечно, на первых годах жизни полностью обезопасить его от окружающей среды. Я понимаю, что это иногда бывает нереально. Но от таких глупостей, как падение, предположим, с высоты или тому подобное, эти моменты все-таки нужно предугадывать. Мы уже сейчас в больнице, но благодаря поддержке Министерства здравоохранения ЮНИСЕФ планируем создать кабинет, обучать всех родителей, которые попадают в стационар, основам безопасности жизнедеятельности. Но уже как бы со своей точки зрения, используя специальные тренажеры, финансируют эту программу ЮНИСЕФ, то есть то, что мы видим на практике, и как от этого уйти, чтобы не случилось повторно у кого-то в семье боль. Поэтому вот этим мы сейчас занимаемся. Дело в том, что, в принципе, человеческий мозг природой предусмотрен, он сможет справиться с этим. Но что меня больше всего волнует, это, конечно, на фоне вот этого жесточайшего, высочайшего темпа, это, конечно, рост психологических каких-то неуверенностей, психологических заболеваний, психологических отклонений, которые у нашего населения появляются. Дело в том, что мы раньше видели, что, о, фильмы смотрели зарубежные, вот они, американские фильмы, практически в каждом присутствует психолог. То он работает с тем, то он работает с этим. У нас этого как-то было нет, не принято. Да, и лет 10 назад у нас психологов, я даже не представляю, где они у нас были. Наверное, их вообще не было. Но на сегодняшний день это одна из самых востребованных специальностей, которая должна быть. То есть в этом сумасшедшем темпе ритма человек должен иметь возможность пообщаться с кем-то, кто бы его успокоил, кто бы немножко собрал мысли в кучу и помог ему какие-то кризисные моменты пережить. Вообще, чтобы жить без проблем, нужно руководствоваться библейскими цитатами. Для себя я всегда определил одну – ближнему, как к себе. Я об этом говорю и врачам молодым, которые приходят работать в стационар. Если ты хочешь жить без проблем, относись к людям так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой. И у тебя абсолютно никаких проблем не будет. Мне было бы интересно пообщаться с людьми, которые были основоположниками каких-то теорий глобальных, которые потом изменили сход всего человечества. Того же Эйнштейна, того же Ньютона и тому подобное. Но пообщаться даже не с точки зрения общения с физикой и тому подобное. Я хотел бы на них посмотреть как врач. Человек, и в том числе я, живет для нескольких вещей. В первую очередь для семьи. А второй момент – это всегда надо оставить что-то после себя. Пускай я создал что-то чуть-чуть, совсем маленькое. Но это сделал я. И это будет небольшой кирпичик в то, как потом сложится жизнь вообще во Вселенной, на этой земле. Вся жизнь – это стечение каких-то обстоятельств, хороших или плохих. Но чтобы человек спокойнее преодолевал всякое хорошее и плохое, он должен относиться к этому, наверное, так, что все, что не делается, это к лучшему. И жизнь показывает, что действительно так. Поэтому, конечно, все бывает. Она полосатая. Сегодня счастье, завтра несчастье. Сегодня ты чувствуешь себя комфортно, завтра нет. Но, конечно, наверное, в основном, своей человек – это счастливое существо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова